Приветствую вас, мои хорошие! И сейчас для вас уникальный расклад. Это предсказание Господне. Какое счастье у вас на пороге? И мы с вами посмотрим много вопросов, связанных с вашим счастьем, чтобы вы чётко понимали, где ваше счастье, какое счастье вас ждёт, и к какому наилучшему счастью, или к какому самому желанному счастью вы можете прийти. Вот такие вопросы мы с вами сегодня рассмотрим. Итак, какое счастье у вас на пороге? Давайте смотреть, девочки. Какое счастье у вас прямо на пороге? Счастье, которому вы прикладывали усилия. Что-то тянется из прошлого. Да, то есть вы прикладывали к прошлому усилия, пытались к этому счастью уже прийти, и вот оно, в общем-то, уже у вас на пороге. То есть достаточно. Сейчас вам уже ничего для счастья не нужно делать, оно теперь уже придёт само, это счастье. Что же это за счастье такое, которое само придёт? Это какая-то победа, девочки. Победа, триумф в чём-то. Это может быть как в личной жизни, так и в работе, карьере, бизнесе. Это может быть победа над болезнью. Это может быть победа в отношениях. Это может быть, опять-таки, победа в соревнованиях, как вот здесь. То есть любая победа. Но я думаю, счастье для каждой из вас разное, поэтому, соответственно, я понимаю, что для каждой из вас счастье – это что-то своё. И вы можете написать, напишите в комментариях, что для вас счастье. Для кого-то это счастье, я не знаю, в бизнесе, какая-то победа у кого-то. Счастье – это победа в соревнованиях или в конкурсе в каком-то. Для кого-то это счастье – победа над болезнью, например, хорошие анализы. Поэтому у каждой из вас это счастье будет своё, однозначно. Так, ещё что, девочки. Для кого-то счастье, кстати, это какая-то поездка, наконец-то поездка на отдых или путешествие. А для кого-то действительно это победа, это новая должность, высокий доход в бизнесе, победа в конкурентной борьбе тоже вполне возможно. Вот такое счастье, в общем-то, у вас на пороге. Да, для кого-то уход начальницы или смена начальства – это тоже победа, да, это тоже счастье, когда вот такая начальница, да, к примеру, наконец-то уходит, и вот оно, и вот оно счастье. Или вы уходите с работы, да, тоже счастье. Так, в общем, всё в ваших руках, и счастье для вас, для каждой, естественно, будет какое-то своё. Так, дальше посмотрим, как другие люди повлияют на ваше счастье. Так, ну, начальник какой-то, мужчина влияет. Или мужчина влияет на ваше счастье, или начальник, может быть, вполне. Вот, хотя на самом деле счастье, девочки, это состояние души. И по большому счёту на ваше счастье никто не может повлиять, если ваше счастье внутри. Но если у вас счастье зависит от каких-то внешних обстоятельств, да, то понятно, что другие люди, конечно же, могут на это самое счастье повлиять каким-то образом. Но заметьте, девочки, если счастье у вас зависит от внешних обстоятельств, то период счастья, именно вот этого ликования, да, занимает всего несколько секунд, ну, максимум минут. Вот, если же счастье у вас внутри, в душе, то это счастье бесконечное. Его можно испытывать 24 часа в сутки. Да, 265 или даже 266, 366, да. Девочки, представляете, забыла, сколько в году дней. Да, то есть, ну, практически бесконечное, может быть, счастье, когда оно поселилось у вас в душе и уже не зависит ни от каких внешних обстоятельств. К этому можно прийти. И нужно идти и стремиться именно к этому счастью. Так, давайте посмотрим, как ещё другие люди влияют. Вам кажется, да, вот как раз таки вам кажется, что другие люди как-то могут на ваше счастье повлиять. И что, и вы боитесь, возможно, даже, что другие люди как-то на ваше счастье повлияют. Вот, да, ещё, ну, смотрите, тут части мысли такие, если бы вам платили больше, то у вас было бы больше счастья, да. А вот, на самом деле, счастье от вашего дохода напрямую никак не зависит. Ну, естественно, когда доход увеличивается, то как-то больше радости появляется в жизни, да. Вот, поэтому, да, в общем-то, тут может быть, что кто-то влияет. Потом, смотрите, здесь какая-то женщина, подруга, знакомая, родственница, которая или уезжает от вас, или приезжает, тоже как-то влияет на ваше счастье своим отъездом или приездом. Так, и ещё что? Какие-то официальные органы, документы тоже влияют на ваше счастье, получается, да. Может быть, учителя, если вы учитесь, учителя, преподаватели, там, я не знаю, эксперты, у которых вы учитесь, да, тоже как-то влияют на уровень счастья. Но они, на самом деле, они могут вас либо мотивировать, либо демотивировать, да, на обучение, в зависимости от того, где вы учитесь. А вот, мы все чему-то учимся всю жизнь. А вот, но тут конкретно, может быть, действительно, какие-то документы тоже влияют на ваше счастье. Ну, это даже не люди, да, это такое. Вот. И какие-то не очень приятные события и ситуации, конечно, тоже на вас влияют, но они влияют на всех. Ну, смотрите, девочки, я, даже если какие-то не очень хорошие события в моей жизни происходят, я не падаю духом никогда. То есть, вот это счастье в душе, оно у меня всегда. И даже если я о чем-то переживаю, то я об этом переживаю в позитивном ключе. Так. Что еще влияет? Еда влияет на ваше счастье, но это естественно. Тут не поспоришь, честно. Потому что есть продукты, которые влияют. Счастье откуда? Это химический состав нашего организма, да, на гормоны, на те же, на количество витаминов и на те вещества, которые наш организм выделяет, будто эндорфины. Еще сейчас уже не вспомнил, я просто статьи писала на эти темы, какие вещества наш организм выделяет, да, и какие вещества реально нам приносят удовольствие. И мы начинаем вот это счастье внутри ощущать. Поэтому очень полезно, конечно, кушать полезную еду, да, не фастфуд. Однозначно фастфуд вам настроение не повысит. А что нужно кушать для настроения? Это шоколад, это бананы. Ну и почитайте в интернете еще масса продуктов, которые реально поднимают и улучшают настроение. Так, и следующий вопрос. Как можно именно вам усилить ваше счастье? Как можно вам усилить ваше счастье? Радоваться, радоваться всему, что происходит вокруг. Листочкам, цветочкам, бабочкам, котикам, да, и мечтам. Мечтайте, да, тут еще про мечты. Мечтайте, фантазируйте даже. То есть пусть у вас будет мечта, которая вообще не может сбыться. Я всегда говорю, что там реально мечтайте, да, то есть настраивая. Но иногда нужно мечтать и о чем-то нереальном, для того, чтобы эта мечта была. Тогда хочется жить. Так, еще что может усилить ваше счастье? Отношения. Или у кого-то отношения усилят ваше счастье, а для кого-то это поездка на отдых. Вполне возможно, что как раз таки с мужчиной. Или в поездке на отдыхе познакомитесь с мужчиной. Что еще может усилить ваше счастье? О, девочки, любовь к животным, общение с животными. Девочки, не поверите, какое невероятное счастье я испытала, когда... И испытываю до сих пор, потому что это было не один раз, когда я сходила в зоопарк. Причем я была в зоопарке в Ялте. Правда, там не в самой Ялте, по-моему, зоопарк. Потому что мы куда-то ехали. И невероятно. Я из рук... Вот мне прямо эта карта напомнила. Я из рук кормила жирафа. Сколько у меня было счастье. А пеликаны, которые там же, пеликаны, просто ходят. Розовые пеликаны, они просто ходят. Я помню, что я приехала, я тогда всем рассказывала. Я кормила этих пеликанов из рук. А вот. Они еще такие наглые, друг друга отталкивают. В общем, это было невероятное счастье. Доставьте себе такое удовольствие. Сходите в зоопарк. Это невероятно. В цирк. Кому что нравится. Ну, это прям реально невероятно просто. Когда именно, когда ты можешь покормить. Когда вот это животное ест у тебя из рук. Сейчас таких, это называется логопарки, да. На самом деле у нас очень их много. То есть не только в Ялте я кормила животных. Много. В Краснодаре есть. Я была недавно прям тоже кормила из рук животных. Потом в других местах. Да, то есть логопарков сейчас много и разные. Доставьте себе удовольствие. Это невероятно приятно. Да. Что еще может усилить ваше счастье? Ощущение победы. Может быть даже какой-то борьбы. Вполне возможно. У меня тоже. Когда я... Прямо у меня такое состояние борьбы. Да, это такое состояние кайфа и драйва. Вот. Это такой прилив сил, энергии, желания. А вот. Тоже вполне возможно. Само вот это состояние борьбы, достижения чего-то. Оно тоже, конечно, увеличивает. Повышает уровень счастья. Так. Еще что. Общение. Любовное общение девочки. Я таким образом сохранила множество, более двухсот семей, когда я женщинам советовала тайно от их мужей зарегистрироваться и просто общаться по-дружески на сайте знакомств. Когда женщина начинает от разных мужчин получать комплименты, это поднимает быстро, причем быстро поднимает сама оценку, любовь к себе. А вот. И муж вдруг начинает смотреть на свою жену. Главное, что он не может понять, почему. Начинает смотреть на свою жену совершенно другими глазами. А он начинает реально в ней видеть женщину. Вот. Потому что меняется уровень гормонов. А начинают другие вещества выделяться, когда вы общаетесь тайно с другими мужчинами, причем просто по-дружески. Вот это об этом. Так что общайтесь в социальных сетях, на сайте знакомств. Неважно, свободны вы или в отношениях. Обязательно общайтесь. Вам нужны комплименты других мужчин, разных мужчин. Поэтому общайтесь. Находите для этого время. Вместо того, чтобы делать практики, техники и ходить по психологу, просто зарегистрируйтесь на сайте знакомств и просто общайтесь. Может, это же фотографию не свою поставить. Тут вся фишка именно в общении. Так. Еще что может усилить ваше счастье. Сексуальные взгляды мужчин. Однозначно. Я с этим прям полностью согласна. Так. Как можно... А. Ближайшее неожиданное счастье. Давайте посмотрим. Какое в ближайшее время вас ждет неожиданное счастье. Так. Какая-то опять победа. Опять какая-то победа, триумф, что-то такое. Ну, причем какая-то вот игра, да. Игра какая-то. Вот победа, триумф, неожиданная победа. И победа, которая потянет за собой какие-то счастливые перемены. Да. Причем перемены, о которых вы мечтали. Представляете? Вот такое в ближайшее время вам будет неожиданное счастье. От чего, из-за чего решится какой-то очень важный для вас вопрос. Да. И после решения этого вопроса, смотрите, все изменится. И вы получите то, о чем вы мечтаете. Прямо. Причем прям совсем неожиданно вы это получите. Вы даже не ожидаете. То есть с той стороны, откуда вы не ждете. От какого-то человека или, не знаю, организации какой-то. Как-то вот все решится. Тут могут быть и денежки вам прийти. То есть решится какой-то вопрос, связанный с деньгами. Неожиданные деньги придут. И тут, да, вы осуществите какие-то свои мечты. То есть что-то, что-то приобретете точно. Так. Давайте посмотрим будущие счастливые события. То есть подальше немножко. Вот эти неожиданные счастливые события произойдут либо в ближайшие, то есть от 10 дней до месяца. А теперь мы посмотрим чуть-чуть дальше, чуть больше. Какие еще будут счастливые события. Так, девочки. Деньги будут приходить из разных источников. Возможно, у вас будет несколько источников дохода. Это не обязательно 2-3 работы. Так. Праздник какой-то будет. Какой-то праздник, веселье. Не знаю, с подружками куда-то пойдете. Юбилей, свадьба. Все что угодно. Так. Еще. Ну, личная жизнь у вас точно заиграет новыми красками. Это однозначно. Так. Еще. Работа. Ну, отпуск я вижу. Поездку. И хочу сказать, что работа начнет приносить вам удовольствие. Видимо, после отдыха, после отпуска. Ну, и снова личная жизнь, девочки. Вот личная жизнь тоже. Либо у вас наладятся отношения с вашим мужчиной или мужем, да. Либо у кого-то, может быть, даже любовник появится. Девочки. Вот. Нет, я вас не подбиваю, но это может быть. А там уже сами решайте. Ну, а те, кто свободны, однозначно, 100% обретете вторую половинку. Это точно. Так. Ну, давайте посмотрим какой-то возможный счастливый итог. Так. Девочки. Подъем по карьерной лестнице. Это однозначно. Я тут и видела, в общем-то, что либо новая должность у вас, либо доход увеличится, либо прибыль в бизнесе. Да. Ну, то есть, здесь по карьерной лестнице однозначно. Причем, неважно, работаете вы или у вас свой бизнес, или, может быть, свое дело. Да. Вот я и сказала. Увеличится финансовый доход. Однозначно вы сможете уже себе позволить больше, чем обычно. То есть, реально какие-то ваши мечты исполнятся. Так. Еще что? Начнете копить деньги на что-то. Так. Еще. Что у нас тут в итоге? Деньги, деньги, девочки. Деньги. Прям, вот я говорила, что из разных источников. Прям какие-то будут неожиданные деньги однозначно. Так. Еще что? Будет у вас много возможностей. Вот еще что. Много возможностей. То есть, откроются вам какие-то еще возможности. Да. А вот. И будете думать, как этими возможностями воспользоваться с ними сразу. Так. Да. И хочу сказать, что, да, начнут постепенно исполняться какие-то ваши мечты. Я говорила о том, что обязательно имейте одну мечту, которая вообще не может сбыться, нереально ей сбыться, для того, чтобы мечтать, для того, чтобы у вас была такая цель в жизни, чтобы вы могли идти стремиться. Для чего не сбыточная мечта? Для того, чтобы вы могли жить 100, 200, 300 лет. Ученами доказано уже, что это возможно. Что наш организм на самом деле может жить, вы, кстати, можете открыть Библию и почитать. Раньше люди жили 600-800 лет. Вот. Поэтому наш организм на это, наше тело способны жить и 600, и 800 лет. Несмотря ни на что. Я слышу просто уже ваши мысли, несмотря ни на что. И уже и в наше время, хочу сказать, что буддийские монахи живут и по 200, и по 250, и по 300 лет. Просто они это особо не афишируют, но информация все равно просачивается. Это уже известно, и ученые, опять-таки, доказали, что да, наше тело способно жить несколько сотен лет. Поэтому тут все зависит от вас. Просто люди почему-то стали быстрее уставать от жизни. И из-за того, что люди от жизни устают, тело быстрее изнашивается. Если это все остановить, если у человека будет мечта несбыточная, как я говорю, да, то очень даже вероятно, что в стремлении к этой мечте, да, большому желанию эту мечту получить, вполне реально, что человек проживет и 150, и 200, и более, больше лет. Чего я вам искренне от всей души желаю. С вами была Алена Ария. Спишите, как вам понравился сегодняшний расклад в комментариях. А я жду вас в следующем видео. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok